То, что вы называете любовью — это момент приятного состояния. Если любовь истинная, она возникнет и без объекта. Каждый миг своей жизни вы должны ощущать эту приятность. Вы должны непрерывно влюбляться во всё и ни во что. Это зависит от вашего представления о любви. Если вы влюбились в женщину, птицу, муравья, дерево и ещё во что-то, тогда ваша любовь ничем не обусловлена. Вы просто влюблены. Если вы постоянно влюбляетесь только в женщин, значит, вашей любовью движут ваши гормоны. И это лучше осознавать. Итак, любовью вы называете свои чувства, которые вызываются кем-то другим. Это нормально. Я не говорю, что любви в этом нет. Но истинное чувство или нет — это не то, что вы определяете, исходя из того, что произошло, а что не произошло. Вопрос в том, что вы чувствовали. Закончилось ли это свадьбой, а потом вы поняли, что это была не любовь, или всё сложилось иначе, но вы думали, что это была настоящая любовь, которая не смогла воплотиться, только вам решать, как к этому относиться. Но по сути, любовь означает следующее. Если ваше физическое тело становится очень приятным, обычно мы называем это здоровьем и наслаждением. Если ваш ум становится очень приятным, мы называем это спокойствием и радостью. Если ваши эмоции становятся очень приятными, мы называем это любовью и состраданием. Если ваши жизненные энергии становятся очень приятными, мы называем это блаженством и экстазом. Итак, то, что вы называете любовью — лишь момент приятного состояния. Сейчас вы верите, что кто-то зародил это в вас. Возможно, кто-то вызвал это в вас, пробудил или вдохновил. Но по сути, ваши эмоции становятся очень приятными, вы называете это любовью. Поэтому, если любовь — истина, она возникнет и без объекта. Подлинная, настоящая любовь — значит, что вы сделали свои эмоции очень приятными. Не имеет значения, кто перед вами — мужчина, женщина, дерево, муравей или слон. Вы просто сделали свои эмоции приятными. На что бы вы ни смотрели, вы ко всему ощущаете определенную приятность. Это любовь. Если это всегда только женщины — первая, вторая, третья, четвертая, пятая — тогда это гормоны. И ничего более. Я не говорю, что это неправильно. Но вы должны понимать эту ограниченность. Если это заканчивается постоянной привязанностью в виде брака или чего-то еще, тогда вы считаете, что это успех. Если этого не произошло, вы думаете, что это провал. Это не обязательно так. Я буду счастлив, если вы влюбитесь в три миллиарда женщин, а также не оставите в стороне и три миллиарда мужчин. Если бы вы влюбились в три миллиарда женщин, это не были бы уже гормоны. Это была бы просто любовь. Я влюблен во всех женщин на свете, как и в мужчин, муравьев, почву, по которой я хожу, и то дерево, под которым мы сейчас сидим. На что бы вы ни смотрели, испытывать к этому приятные эмоции — это и есть любовь. Любовь заключается не в ком-то, а в том, чтобы вы были приятными, по-настоящему приятными. Смысл не в том, правильно это или нет. Это разумный способ существования. В мире достаточно неприятностей. И как бы осторожно вы ни ступали, вы все равно попадете в разные ситуации. И когда это случается, вы не должны создавать неприятности еще и внутри себя. Если в жизни вы любили всего три раза, я считаю вас несчастными, потому что в остальное время вы не знали этой приятности внутри себя. Каждое мгновение своей жизни вы должны ощущать эту приятность. Вы должны непрерывно влюбляться во все и ни во что конкретно. В том числе и в женщин. В чем проблема? Поскольку вы не можете связать себя узами с 3 миллиардами женщин, вы выбрали одну. С одной удобно, но если вы женитесь на пяти, то обнаружите, что это очень неудобно. Да? С одним человеком вам комфортнее. И прежде всего причина, по которой вы связываете свою жизнь с кем-то, заключается в том, что вы хотите по крайней мере одного человека в своей жизни, с кем вам не нужно будет сдерживаться. И если вы сближаетесь с новым человеком, то всегда присутствует немного войны и игр. С новым человеком происходит игры в войнушку. Но хотя бы с одним человеком хочется иметь возможность расслабиться, где не нужно играть в игры. По крайней мере с одним человеком вы хотите быть полностью расслабленными. Вот в чем идея. Вот почему вы хотите хотя бы одного человека. Потому что вы еще не достигли той точки, когда вы просто расслаблены сами по себе, с самой жизнью. Поскольку вы не можете расслабиться со всеми проявлениями жизни вокруг вас, со всеми миллионами проявлений жизни вокруг вас, вы хотите обрести это хотя бы с одним человеком. В этом идея поиска таких связей или их создания. Поэтому люди, которые смотрят на это шире, не готовы довольствоваться только одним человеком. Поскольку теперь они могут быть в расслабленном состоянии практически с кем угодно. Они абсолютно расслаблены со всем, что их окружает. Теперь они не видят необходимости создавать связь, которая дает расслабление исключительно в своих границах. При этом с остальными вы похожи на воина, всегда пытаетесь защитить себя. А здесь единственное место, где вы можете отключить свой защитный механизм. Потому что только тогда, когда необходимость защищать себя отпадет, внутри вас может произойти что-то прекрасное. Таким образом, идея формирования семьи, сообщества, нации и чего-либо еще заключается в том, чтобы просто найти пространство, где вы можете отключить свой защитный механизм и просто быть в определенном чувстве непринужденности. Поскольку только так другая возможность найдет выражение. Иначе вы, подобно животному, будете постоянно пытаться выжить и сохранить себя. Итак, любовь рассматривается как возможность выйти за пределы этого инстинкта самосохранения. Когда вы не пытаетесь сохранить себя, вы пытаетесь предложить себя чему-то или кому-то. Для этого вам не нужен человек. Вы можете сделать это просто с самой жизнью.